Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмумали Рахмон, в ходе рабочей поездки в Хатлонскую область прибыл в Ахшти район. Лидер нации, уважаемый Эмумали Рахмон, вначале сдал в эксплуатацию здание государственного учреждения школы-интернат для детей-сирот и беспризорных в сельском джамуате имени Рудаки. Социальный объект построен в рамках постоянной поддержки правительства Республики Таджикистан с привлечением инвестиций в честь празднования Великого и Священного национального праздника 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан на 480 мест в две смены. Школа-интернат состоит из шести отдельных зданий, двухэтажного главного корпуса, общежития, столовой, гостиницы, медицинского пункта и помещения для охранников. В ходе ознакомления главу государства, уважаемого Эмумали Рахмона, проинформировали, что в главном корпусе имеются восемь предметных кабинетов биологии, географии, информатики, таджикского языка и литературы, кабинет психолога, современная библиотека, рабочие кабинеты для администрации, преподаватели и воспитатели, восемь электронных досок и начальный класс. Классы в школе-интернате полностью оснащены современным учебным оборудованием, столами и стульями, а также наглядными принадлежностями. В библиотеке школы-интерната имеется благоприятная возможность для изучения учебно-научной и отраслевой литературы. Лидер нации, уважаемый Эмумали Рахмон, выразив удовлетворение созданными условиями, напутствовал воспитанников школы-интерната на изучение современных точных наук, освоение профессий и ремесел, современных технологий и овладение иностранными языками. Как было сообщено, в настоящее время в учреждении воспитываются и живут 285 детей-сирот и беспризорных. Все здания школы-интерната подключены к независимой системе отопления. В медицинском пункте учреждения есть необходимое оборудование для оказания первой медицинской помощи. Общежитие школы-интерната для детей-сирот и беспризорных Вахшского района состоит из трех этажей и построено со всеми современными удобствами. Имеются 350 кроватей, а также пункты санитарии и личной гигиены. В спальных помещениях предусмотрены необходимые принадлежности для проживания и размещения учащихся. Конференц-зал, расположенный на первом этаже общежития, имеет 160 мест. Общая площадь объекта составляет 4 гектара. Он был построен с современным дизайном и учетом национальной архитектуры. Территория заведения украшена более восьмиставечно зелеными и тенистыми деревьями. Здесь посажены различные виды сезонных и декоративных цветов. Школа-интернат для детей-сирот и беспризорных в Вахшском районе имеет современную кухню, где готовят различные блюда и закуски. В дальнейшем лидеру нации, президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмумали Рахмону, был представлен план строительства зданий профессионального обучения, администрации, стадиона, теннисного корта, бассейна, сада и аллей для детей-сирот и беспризорных в Вахшском районе. Было сообщено, что площадь комплекса построенных объектов профессионального обучения, администрации, стадиона, теннисного корта, бассейна, сада и аллей составляет 2 гектара земли и реализуется в сотрудничестве с партнерами по развитию. С возведением с четырехэтажного здания профессионального обучения и других современных объектов будут созданы лучшие современные условия для интеллектуального и физического развития воспитанников. Лидер нации, уважаемый Эмумали Рахмон, дал ответственным лицам конкретные указания и поручения по качественному завершению строительных работ на строящихся объектов и привлечению местных работников к процессу работ. Здесь президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмумали Рахмон, вручил подарки 285 детям-сиротам и беспризорно поговорил с ними. Подарки главы государства состояли из комплектов зимней одежды, брюк, костюмов, верхней одежды, детских рубашек, обуви, сладости, разовой финансовой помощи и других необходимых аксессуаров. Дети выразили благодарность лидеру нации, уважаемому Эмумали Рахмону, за эти подарки, которые имеют для них важную материальную и духовную ценность.